Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раенбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Казахстан. Эти и другие вопросы рассмотрены на онлайн-заседании правительства под руководством премьер-министра Оскара Мамина. В списке восьми антикризисных задач главы государства наряду с соцподдержкой населения большое внимание уделено программам Еленбек и дорожная карта занятости. В рамках их реализации в Алматинской области планируется осуществление около тысячи проектов на сумму более 109 миллиардов тенге. Существенная финансовая поддержка государства способствует созданию в области почти 65 тысяч рабочих мест. Так, в рамках программы Еленбек будет охвачено 22 тысячи человек. За счет частных инвестиций реализуется 75 проектов с созданием более 5 тысяч рабочих мест. 23 тысячи граждан будут задействованы по дорожной карте. Массовое трудоустройство окажет содействие успешной реализации текущих проектов. Благодаря дорожной карте дополнительно к строящимся 16 школам будет возведено еще 7, численностью более 10 тысяч ученических мест. Всего 23 объекта. Это очень важно для нашей области, так как у нас имеются 32 трехсменные школы. Помимо этого начнется строительство пяти сельских врачебных амбулаторий. Также планируется реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, благоустройство дорог в 220 населенных пунктах. В условиях чрезвычайного положения привлечение безработных граждан будет осуществляться через центры занятости посредством электронных бирж труда. Вместе с тем порядка трех миллионов граждан, временно лишившихся источника дохода, получат финансовую поддержку от государства в размере 42,5 тысяч тенге. В Алматинской области численность получателей матпомощи составит свыше 300 тысяч человек. Из них количество самозанятых составляет около 90%. Поддержкой для населения станет зарплата социального пособия в размере одной минимальной зарплаты. Это также актуально для нашей области, где численность самозанятых составляет 265 тысяч, безработных 48 тысяч. Всего выплаты получат свыше 300 тысяч человек. В фонде Бергемес-ЖТСУ собрано 150 миллионов тенге. В рамках акции Безбергемес партии Нуротан будет оказана помощь около 8 тысячам жителям. Цены на социально значимые товары под контролем, резюмировал глава региона. В стабилизационном фонде области имеется более 2 тысяч тонн товаров. Свыше 1 миллиарда тенге заложено на проведение форвардной закупки. Вместе с тем, исполняя поручения главы государства, в области уже начаты весенние полевые работы. В целом, по словам Аманды Кабаталова, общественно-политическая ситуация в регионе стабильная. В планах руководства области продолжить работу по реализации антикризисных мер. Сельхозпредприниматели тоже не останутся без поддержки государства. Мы уже сегодня получаем положительные отклики от наших крестьянских хозяйств. На выделение дополнителях 70 миллиардов тенге на оборотные средства. Также фермерам будет выделено топливо по заниженной стоимости. В период ЧП это станет толчком для дальнейшего развития сельского хозяйства. Итогом работы заседания правительства стала отработка 8 конкретных задач из обращения президента. Так, важные решения приняты по социальной поддержке населения, оказанию всесторонней помощи предпринимателям и другим антикризисным мерам в период ЧП. Также единогласным решением участников совещания уточнены макропоказатели на 2020 год. И одобрен предварительный прогноз республиканского бюджета. Ульмира Тимиргалеева, Жаик Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Товарей с дефицита нет. Аким Алматинской области Амандык Баталов проконтролировал цены на социально значимые товары. Сегодня глава края посетил один из крупнейших супермаркетов областного центра и лично проверил ситуацию на рынке. Подробнее расскажет Азар Джумаханов. Магнум – крупнейшая торгово-розничная сеть в Казахстане. Здесь реализуется более 9 тысяч наименований продукции. При этом порядка 50% товаров в магазине отечественного производства, включая молочные, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия. С объявлением режима ЧП в стране люди в буквальном смысле начали штурмовать супермаркеты, скупая практически все подряд. Однако это не вызвало дефицита, и сейчас на прилавках наблюдаются все товары первой необходимости. Отметим, на сегодня в день здесь отовариваются более 2,5 тысяч человек. Запас товаров у нас имеется и в самом магазине, рассчитанный на неделю. Также есть большие запасы в распределительных центрах нашей компании. Есть запасы товаров и у поставщиков в том числе. Были небольшие проблемы в связи с ажиотажным спросом после объявления чрезвычайного положения. Этот товар был раскуплен, но сейчас, благодаря и поддержке государства, то, что у нас открыты зеленые коридоры, поставка происходит бесперебойно и в кратчайшие сроки. Картошка, морковь, мука и сахар. Одним словом, все необходимое есть в достаточном количестве. Амандык Баталов лично проверил цены на социально значимые товары и отметил, что повышений цен в столь сложный период для страны быть не должно. А потом у местной власти будут оказывать предпринимателям всю необходимую помощь. Главное – сдерживание цен. Завышений быть не должно. Сейчас это главное для населения. Я вижу, что все продукты на прилавках есть. Проблем быть не должно. Продолжайте работать. Мы со своей стороны поддержку оказываем. Сейчас через СПК ЖТСУ будем составлять договоры с крупными торговыми точками и сельхозтоваропроизводителями области, согласно которому они получат оборотные средства под банковский залог. Не только с магазинами торговой сети «Магнум», но и с другими крупными и средними магазинами, которые уже несколько лет на рынке. На сегодняшний день на эти цели из областного бюджета нами выделено 1 миллиард тенге. Далее на поддержку будем выделять еще. И действительно, цены на продукты приемлемые. Несмотря на режим ЧП в стране, прайс на товары первой необходимости сохранился. Рады этому, конечно, в первую очередь местные жители. Я здесь недели две назад был, наверное, по-моему, цена такая же была. Все устраивает, молодцы. Держат пока, как обещали. Цена нормально, доступна. Можно все приобрести, купить и спокойно никакого ажиотажа нет. В социальных сетях активно идет обсуждение того, что на прилавках отсутствует вот этот вот товар, гречка. Сегодня, посетив торговую сеть «Магнум», мы убедились, что особого дефицита нет. Товар есть еще и в каком количестве. Держите. Держите. Всем хватит. По сниженным ценам продукты можно приобрести и в других точках города. В том числе на складах социально-предпринимательской корпорации ЖТСУ и на коммунальном рынке областного центра. Цена ниже, чем в других магазинах, заверил Аким Талдыкургана. За одну неделю мы по сниженным ценам продали 50 тонн муки. 15 тонн сахара продали, 20 тонн картофеля, 10 тонн лука продали мы. Лук по 60 тенге, картофель по 80 тенге. Если на базаре продается мука по 8-9 тысяч, мы продаем его через СПК по 6,5 тысяч на одного человека, по одного мешку только отпускаем, чтобы не было бизнеса там. И сахар тоже на семью по мешку продаем. Отметим, на сегодня в Талдыкургане имеется два магазина торговой сети «Магнум». Амандык Баталов поручил местным властям просмотреть возможность открытия еще одного филиала для жителей нового юго-западного жилого района. Азад Жумаханов, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Продолжаем выпуск. Для субъектов малого-среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев отменяется начисление и уплата налогов и других платежей из фонда оплаты труда. Такое поручение правительству дал президент Казахстана Касым Ромартукаев. Обращение к народу страны стало конкретным планом действий по улучшению ситуации в стране и дало ответы на все вопросы, которые ожидало общество, считают депутаты. Президент подробно остановился на вопросах укрепления государства, поддержки отечественного бизнеса, социальной защиты населения и улучшению экономики. Основная поставленная задача перед государством – выдержать все удары коронавируса и вернуть страну в прежнее русло стабильного роста. Перед каждой страной стоит дилемма. Два серьезных таких глобальных вопроса – спасать экономику, спасать народ, какие меры предпринимать. Мы все прекрасно знаем, что президент нашей страны озвучил концепцию слышащего государства, поэтому, исходя из этой концепции, построено все обращение, все заявление нашего президента. Как депутата, как гражданина, в первую очередь меня волнуют и взяли за душу те призывы нашего президента, которые касаются именно благосостояния нашего народа, благосостояния бизнеса, благосостояния всего человеческого капитала. Самым распространенным средством индивидуальной защиты на сегодня стали обычные маски. Однако с ростом спроса в первой половине марта сложился настоящий их дефицит. В Алматинской области этот вопрос решен просто. Подробности в сюжете. Еще вчера медицинские маски были исключительно атрибутом защитного комплекта медработников. Сегодня это предмет первой необходимости каждого. В начале объявленного в стране режима ЧП возник даже некоторый дефицит. В связи с чем Аким области Амандык Баталов поручил создать в каждом районе и городе мастерские по пошиву многоразовых масок. Одним из первых перепрофилировал свое производство Текилийский мини-завод легкой промышленности «Текст и Маркет». Вместо детской и спортивной одежды – отмени защитные маски. Вместо трикотажа – сатина, бязи, интерлок антибактериальный. Этот турецкий текстиль полностью натурален. На ощупь мягкий, плотный и полностью гипоаллергенный. Эти качества ткани и заложили основу для изготовления защитных масок из интерлока. Мы заключили договор с нашим Акиматом, чтобы обеспечить наш город масками. Стараемся для людей, чтобы у людей было спокойствие и чтобы все были более здоровыми. 24 швейцеха за 8-часовую смену изготавливают от полутора до двух тысяч медицинских изделий. Женщины, понимая всю серьезность сложившейся ситуации в стране, работают буквально не поднимая головы. За три дня они произвели около шести тысяч защитных масок. На пошив одной маски уходит в среднем шесть-семь минут. Интерлок – полотно экологичное, прочное и в то же время дышащее. Оно пропитано специальным составом, который придает ткани гладкость и практичность. Легко стирать, гладить не обязательно. Многоразовыми спецсредствами на безвозмездной основе планируется обеспечивать социально уязвимое население моногорода. В приоритете – многодетные семьи, инвалиды, ветераны войны и труда. Снабжают предприятия и все городские аптеки. Евгения Присяжная, Абылая Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Текили. Около 800 жителей Капшигая с момента введения чрезвычайного положения в стране взяты на санитарный контроль. Наблюдение за ними ведется ежедневно. К счастью, подтвержденных случаев заболеваний среди капшигайцев нет. Тем не менее, режим повышенной бдительности никто не отменял. Поэтому в городе ежедневно проводится комплекс противовирусных мероприятий. На городских маршрутах курсируют 19 автобусов. И все они на строгом контроле специалистов санитарно-эпидемиологического надзора. Причина – вирус дольше всего может оставаться активным именно на поверхности металлических и пластиковых предметов. То есть поручнях, дверях, окнах и спинках сидений общественного транспорта. В целях профилактики их обрабатывают дезинфицирующими средствами. После каждого круга автобуса на конечной остановке проводится его обработка. Технический персонал под присмотр механика и санитара раствором хлора проходит по всем местам соприкосновения людей. Капитальная же дезинфекция салона и наружной части транспорта осуществляется в обеде на перерыв и после восьми вечера. В целом в городе приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Работает специально созданный оперативный штаб. Он состоит из 15 человек. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и другими дезинфицирующими средствами. Каждый день на системной основе они проводят санитарно-дезинфекционные работы. Напомним, такие штабы созданы во всех регионах области. На сегодняшний день у нас один раз в день обрабатывается все 63 остановочных комплексов. Обрабатывается 124 мест размещения твердобытовых отходов. То есть это площадки для мусорных контейнеров, они тоже у нас проходят обработку. Транспортные средства, вывозящие ТБО, тоже проходят обработку. Вместе с тем в 12-х объектах коммунальной и государственной собственности у нас ежедневно проводится также обработка. По информации сотрудников Управления контроля качества, безопасности товаров и услуг, по городу Капшагай на текущее время не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусной инфекцией COVID-19. Ограничительные меры, утвержденные постановлением главного санврача области, под жестким контролем, уверяют они. Айнур Мирханова, Степан Мережко, телеканал ЖИЦУ, Капшагай. Казахстан, как и почти все страны мира, сейчас в очень непростом положении. И меры по стабилизации экономики, и борьбы с пандемией коронавируса своевременны и действенны, считают активные представители общества. Материальная поддержка в сумме минимальной заработной платы для самозанятых, безработных и социально уязвимых слоев населения окажет столь нужную поддержку, которая не даст народу остаться без средств к существованию. Поэтому важна четкая гражданская активность и понимание всей назревающей ситуации, отметила Савлия Кусмолданова, председатель медицинской первичной организации СИНЭМ. Те меры, которые сейчас огласил президент, они направлены для того, чтобы стабилизировать ситуацию в такое непростое время. И я, как именно из сферы медицинской сферы, работник сферы здравоохранения, сейчас многие усилия прилагают наши медицинские работники для того, чтобы распространение данной инфекции полностью предотвратить. Но для этого надо каждый из нас, каждый житель Алматинской области, все предпринял меры предосторожности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По обновленным сведениям об эпидемиологической ситуации в стране, по состоянию на 2 апреля зарегистрировано 423 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 27 благополучно выздоровели. Три случая обернулись летальным исходом. Третья жертва зарегистрирована вчера, 1 апреля. За последние сутки количество инфицированных эпидемий увеличилось на 37 человек. Еще почти 22 тысячи жителей Алматинской области оказались в зоне карантина. Все они жильцы комплекса «Асларман» в Карасайском районе. Территория ЖК оцеплена. Для дежурства по периметру привлечены военнослужащие. Здесь создана врачебная амбулатория, где будет работать медперсонал именно для жителей этого микрорайона. Организована продажа продуктов питания по низким ценам. Ведется систематическая санопроводка и разъяснительная работа. Отметим ЖК «Асларман» 5088 квартир. В каждом подъезде по 72 квартиры и проживает около 22 тысяч человек. 28 марта карантин был введен в одном подъезде ЖК «Асларман». Там жила девушка, у которой выявили коронавирус. 1 апреля инфекцию диагностировали еще у одной жительницы данного ЖК. Свыше 20 нарушений в режиме введения усиленных мер выявлено в областном центре. В их числе передвижение без масок, массовое скопление людей, извоз с частными лицами, а также работа непродовольственных объектов бизнеса. Такие правонарушения зарегистрированы в ходе рейдовых проверок, инициированных сотрудниками городского акимата, прокуратуры, управления полицией и санитарных врачей. Смотрите далее. С 31 марта в Алматинской области режим усиленных мер. Все непродовольственные объекты малого и среднего бизнеса должны быть закрыты на замок. Исключение введено лишь на товары первой необходимости. Так гласит постановление главного санитарного врача. Однако, ни даже страшная болезнь, ни штрафы, судя по всему, не преграда реализаторам Талдыкургана. Мы приехали специально. Каждую сейчас точку зайдем, покажем, объясним все, кому можно работать, кому нельзя работать. Вы же знаете, что сейчас режим чрезвычайного положения. В Алматинской области с 1 апреля усилили меры безопасности. И такая картина. Нередко звеноводочные отделы, стихийная торговля, канцелярские магазины и так далее. Работа здесь кипит, как никогда. И это, несмотря на запрет. Впрочем, члены специальной группы церемониться не стали. Сотрудники полиции сделали предупреждение и поручили пресечь деятельность в дальнейшем. Иначе дело дойдет до суда. В течение 27 марта по настоящее время прокуратурой города было выявлено всего 45 фактов правонарушения. То есть предусмотрена административная ответственность. Согласно кодекса Республики Астана об административном правонарушении, ст. 476, мы установили факты. И на сегодняшний день в суде уже было рассмотрено порядка 20 административных дел. Лица были привлечены к предусмотренным законом ответственности. Справедливости ради стоит отметить. Большинство непродовольственных объектов все же закрыты. А те, кому официально разрешено работать, делают это по всем санитарным нормам. Антисептики установлены везде, а продавцы носят маски. Как выяснилось в ходе рейда, некоторые продавцы ненарочно приступили к особое распоряжение. Есть и те, кто элементарно не осведомлен о том, кто имеет право работать в это трудное время. Благо, члены специальной группы объяснили все на месте. Непродовольственным товарам относятся реализация алкогольной продукции, реализация бытовой химии, строительных материалов, электротоваров и так далее, электроники. Все, что относится к непродовольствиям, это считаются вот эти товары. Продовольственные – это вот продукты питания, вода, там, ну, все, что относится к еде и питью. Это называются продовольственные товары. Также медикаменты, это аптеки у нас работают дальше. Также работают продажи дезинфекционных средств и так далее. Не допоняли принцип чрезвычайного положения и те, кто зарабатывает частным извозом. К примеру, этот мужчина имеет лицензию на перевозку, а также собственное ИП. Однако официально в службе такси он не значится. Еще раз, один, папа. Частный извоз запрещен. Куртичь, Матальше. Частный извоз был, как мы, 3-го, запрещен. Ага. Официальные службы такси только работают. Стоит отметить, большинство людей очень внимательно выслушали обращение президента и с ответственностью отнеслись к приказу главного санитарного врача. Такие передвигаются по общественным местам строго в масках. С теми же, кто пренебрегает средствами защиты, сотрудники полиции провели профилактическую беседу. Я, я, я. Игывайте, срочно. Я, я, я. А то, газ на полицию, а что это? Ага. Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе, заявили в городском Акимате. Так как в режиме усиленных мер закон должны соблюдать все без исключения. Сегодня протоколы отделались лишь предупреждениями. Однако в случае повторного нарушения будет налагаться штраф в размере 5 МРП или арест на 15 суток. Дамир Анитов, Надир Хамзин, Телеканал ЖЦУ. В Бергамо, в регионе Ломбардия, одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса итальянских городов, специальная бригада врачей посещает инфицированных пациентов на дому. Медики должны носить защитную одежду и быть особенно внимательными к себе и к другим. Они говорят, что люди очень ценят их работу и выполняют все предписания. Число умирающих от COVID-19 в Италии, где зарегистрировано наибольшее число зараженных в Европе, стало медленно снижаться. Премьер-министр Джузеппе Конте пробил режим жесткого карантина еще на пару недель, отметив при этом, что пока не знает, когда можно будет ослабить принятые меры. Туалетная бумага из пекарни. Ее тоже можно запасать. Если это выглядит, как туалетная бумага, размером с рулон туалетной бумаги и цветом, как туалетная бумага, но пахнет марципаном. Рулоны немецкого пекаря Тима Кортюма расходятся, как горячие пирожки. Тем более, что это и есть кексы в виде дефицитного сегодня продукта. Тим и его коллеги начинали с десятка рулонов в день, как дань потребительской панике несколько недель назад. Теперь ежедневный выпуск кексов превышает 800 штук. Пекарь уверяет, что его изделия тоже можно запасать впрок. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин